Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы продолжаем курс лекции по дисциплине социология-политология. И на сегодня я вам предлагаю последнюю, 15-ю лекцию под названием «Политическая культура и поведение. Политическое сознание и политическая идеология». Вашему вниманию будет представлен план, состоящий из четырех основных вопросов. Первый вопрос. Понятие политического сознания. Второй вопрос. Феномен политической культуры. Третий вопрос. Политическая идеология. И последний вопрос. Политическая социализация. Итак, перейдем к ознакомлению с первым вопросом. Понятие политического сознания. Под политическим сознанием обычно подразумевает совокупность идей, теорий, чувств, мнений, оценок, отражающих и объясняющих политику, в частности, ее цели, способы и формы существования в обществе, место и роль субъектов политики в системе общественных отношений. Чтобы более детально вам понять, что же из себя представляет политическое сознание, давайте рассмотрим, что же оно в себя включает. Во-первых, политическое сознание включает политические знания, политические чувства и эмоции, политическую волю, а также политические ценности. Вообще, в целом, политическое сознание, оно отражает коренные интересы государства, а также основы слоев и классов общества, этнических и других общностей по вопросам власти и управления в целом, целостности и независимости государства на мировой арене. Политологи в основном выделяют два уровня политического сознания. Первый уровень – это обыденно психологический или эмоционально-чувственный уровень. Данный уровень, он отражает политику и объясняет ее в политических ощущениях, восприятиях, представлениях, эмоциях и чувствах. Вот, это обыденно психологический, да? И второй уровень – это теоретикологический или абстрактно-логический или рациональный. Он характеризуется формированием и использованием понятий, суждений, умозаключений, а также разработкой и высказыванием различных гипотез, логических доказательств или опровержений. Вот, этот уровень присущ политическому сознанию всяких субъектов. Второй уровень. Теперь позвольте перейти ко второму вопросу, который звучит как феномен политической культуры. Вообще, вот, если мы раньше перед этим говорили про политическое сознание, то политическая культура – это, можно сказать, как производная политического сознания, да? Но если дать определение этому понятию, то можно сказать, что политическая культура – это система сложившихся, устойчивых, воплощающих опыт предшествующих поколений, установок, убеждений, представлений, ценностей, которая в деятельности, проявляется в деятельности людей и обеспечивает преемственность политической жизни в обществе. Ну, более простыми словами можно сказать, что политическая культура – это как бы такое духовное наследие предков в рамках их участия в политических процессах. Вот. Ну, каковы характерные черты политической культуры? Ну, первое – она определяет политическое сознание и политическое поведение основной массы, население. Ну, имеется в виду, что, то есть, предположим, население какой-либо демократической страны, оно достаточно образовано, оно отслеживает те политические процессы, которые происходят в стране, высказывает свое мнение, участвует в каких-то там дебатах, например, да, вот, и так далее. То есть, можно сказать, что уровень политической культуры граждан, он на высоком уровне. А может быть, наоборот, людям надоедает политика, они не увлечены ею. Есть даже такие люди, которые даже не знают фамилии своих министров, руководителей и так далее. То есть, вот они аполитичны. Поэтому, можно сказать, политическая культура у них на низком уровне. Вот, дальше, вторая характерная черта политической культуры, это политическая культура, если результат коллективного творчества. Вот, то есть, это продукт, естественно, исторического развития общества. Ну, и, наконец, третья характерная черта политической культуры, то, что политическая культура имеет тотальный характер. Она фиксирует устойчивые повторяющиеся связи и закрепляет политический опыт. Теперь перейдем к функциям политической культуры. Ну, по тому материалу, который я изучил, выделяют шесть основных функций политической культуры. Первая – это ориентация. Она позволяет осмыслить политические явления. Вот. Вторая – идентификация. Она обеспечивает человека пониманием своей групповой принадлежности. Третья – это адаптация. Она помогает человеку приспособиться к изменяющейся политической среде. Четвертое – это социализация. Она дает возможность человеку выработать определенные навыки, свойства, позволяющие ему реализовать в той или иной степени власть, также свои гражданские права, политические функции, интересы. Пятая функция – это коммуникация. Она осуществляет взаимодействие всех субъектов института власти на базе использования общепринятых терминов. Ну и, наконец, шестое – это интеграция. Она предоставляет различным группам возможность сосуществования в рамках определенной политической системы. Таковы основные функции политической культуры. Давайте выявим элементы политической культуры. Мы выделим три основных элемента – это ценности. Ценности – они придают смысл поступкам субъекта политического действия. Но, предположим, если мы возьмем демократию, то в условиях демократии, в контексте политической культуры важны такие ценности, как, например, справедливость, законность, права человека, свобода. Второй элемент структуры политической культуры – это установки. То есть, установки – это отношение субъекта к политическим явлениям. Например, стремление к получению политических знаний или негативное отношение к этому. Или это, может быть, установка на пассивное или активное участие в политической деятельности. Это установки. Ну и, наконец, третье – это нормы политической культуры. То есть, через вот эти нормы происходит регуляция общественных отношений. То есть, ориентация поведения людей на политические ценности и идеалы. Политическая социализация. Ну, конечно же, крупнейшими исследователями явления политической культуры являются Алманд и Верба. Два знаменитых политолога, исследователя. И вот эти авторы, вот они выделяют три типа политической культуры. Первый тип – это патриархальная. Ну, она, данный тип культуры, патриархальная, да, она характерна, вне характерной ориентации на местные ценности. Например, ценности клана, племени, рода. Вот. То есть, здесь вот это патриархальная. Патриархальный тип, он, например, характерен в основном для молодых государств. Молодых. Второе – это подданническая. Подданнический тип, да. Он предполагает, исходя из названия, пассивное и отстраненное отношение индивида к политической системе. То есть, тут имеется в виду, что народ, он целиком подчиняется той системе, в рамках которой он проживает, да. Подчиняясь власти, иными словами, индивид ожидает от нее различных благ. Социальных пособий, гарантий. Вот. И в то же время он опасается диктата. Ну, и третье – это культура участия. Она отличается гражданской активностью, вовлеченностью, рациональностью и так далее. То есть, люди участвуют в выборах, в каких-то демонстрациях, шествиях и так далее. Вот. Давайте перейдем к третьему вопросу. Это политическая идеология. Итак, политическая идеология – это четко сформулированная система ценностей, ориентированная на выражение политических интересов, оснований для формулирования целей политических действий. Ну, вообще, традиционно приводят в политологии такую классификацию политических идеологий, как консерватизм, либерализм, социализм. Давайте вкратце остановимся на каждом. Ну, первое. Консерватизм, да? От латинского означает «сохранять», «заботиться о сохранении». Ну, для консерватизма характерны такие ценности, как государство, церковь, семья, частность, собственность. Это также укрепление устоев государства, против государственного капитализма, против радикальных реформ. Обществу присуще неравенство, а также общество изменяется эволюционно. Ну, таким классическим, можно сказать, примером данного типа идеологии, можно сказать, Великобритания, например. Вот такая достаточно консервативная страна. Следующий, второй тип идеологии – это либерализм. От латинского означает «свобода» или «свободный». Ну, для либерализма уже, конечно же, характерны демократизм, индивидуализм, гарантированность прав человека, само собой, частность, собственность, экономические свободы. Здесь в приоритете стоит человеческая личность. Человеческая личность. Ну, и в этой связи ограничивается вмешательство государства в дела граждан, проповедуется политическое равенство всех людей, и общество изменяется при помощи разных реформ. Это либерализм. Ну, и третий тип идеологии – это социализм. С латинского означает «общественный». Ну, социализм, как идеология, он выступает за справедливое устройство общества, за активное вмешательство государства в экономику, за перераспределение богатства от богатых к бедным, и, наконец, поддержка государства в наиболее немущих слоев. Вот такой вот яркий пример этой идеологии – это был бывший Советский Союз. Вот все, что я перечислил, он характерен. Ну, либеральные страны – это современные страны Запада. Вот. Поэтому вот эти вот три идеологии, они в той или иной мере проявляются в различных государствах. Так, ну, и, наконец, последний, четвертый вопрос – это политическая социализация. Ну, социализация – это термин, вы уже знаете, да, это процесс освоения человеком каких-либо установок, ценностей от той среды, где человек развивается, да. А если мы говорим о политической социализации, то это усвоение культурных ценностей, политических ориентаций, освоение форм политического поведения, приемлемых для данного общества. То есть, в ходе политической социализации люди приобщаются к той или иной политической культуре. Вот. Ну, выделяют два типа политической социализации – это прямая и косвенная, да. Прямая – это непосредственное приобретение политических знаний и установок. А косвенная – это своего рода проекция черт раннего детского опыта, непосредственного окружения личности на формулируемые политические установки. Вот. Ну и, исходя из этого, политологи выделяют несколько этапов политической социализации. Это этап политизации, когда у ребенка появляются только первые представления о мире политики. Второе – это персонализация, когда уже восприятие власти персонифицируется. Например, появляется фигура президента, министра, полицейского и так далее. Ну и, наконец, третий этап – это идеализация. Вот. Здесь важнейшим фигурам политическим приписываются определенные качества. И на этой основе образуется устойчивое эмоциональное отношение к политической системе. Ну, агентами социализации, конечно, являются преподаватели. Ну, поначалу это родители, затем преподаватели, активисты общественных организаций, общественные деятельности, журналисты и так далее. Таким образом, ребятки, мы заканчиваем тему «Политическая культура, политическое сознание и идеология». Вы поняли, да, насколько важна политическая культура, как производная от политического сознания. Мы также выяснили различные типы политических идеологий. Все эти явления играют важнейшую роль в политических процессах и непосредственно становлении личности как субъекта политики. Таким образом, позвольте вам озвучить пять вопросов для закрепления темы. Первое. Что в себя включает понятие политического сознания? Второй вопрос. Каковы проявления феномена политической культуры и что она в себя включает? Третий вопрос. Какова сущность политической идеологии и каковы ее виды? Четвертый вопрос. Как та или иная политическая идеология влияет на развитие государства и гражданского общества? И пятый вопрос. Как вы считаете, каков уровень развития политической культуры современных казахстанцев? Лекция закончена. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.